Я работаю в WGC5. Спасибо тем, кто уже так довольно поздно. В субботу к тем не ушел домой. Большое вам спасибо. Сегодня мы поговорим о машин-лерге. Как я здесь написал, основа его подприменения. Почему? Потому что я хочу рассказать вам о мехатерамтике, которую мы уже недавно реализовали в одном из проектов. Рассказываю о разрешении заказчика. Так что все по-честному. Итак, что такое машин-лерге? Это вопрос, который сейчас очень многих интересует. И если вы помните, то буквально лет 7 назад, по-моему, такая же была ситуация с облаками. Когда все начали говорить об облаках, но никто не знал, что это такое. Вот они были где-то там, и на все вопросы всем отвечали. Вам нужно облако, оно решит ваши проблемы. Сегодня, судя по всему, панацеей стал машин-лерге. Все об этом говорят, на всех конференциях об этом рассказывают, но никто не объясняет, что это такое. Если вы поищите по интернету, я предполагаю, что вы найдете два типа статей. Один тип статей вот так, вот показывает машин-лергинг. Говорят, что ребята, машин-лергинг это просто. Вы берете Apache Spark, берете свою CSV-ку, загружаете туда, вызываете метод предсказания. Я такое видел, я видел на какие-то здесь локальные рамки, где в принципе задача машин-лергинга описывали как бы мануэлом из Apache Spark, и расскажут, что там есть замечательные методы для всего. Но беда в том, что, по-моему, это ничего не объясняет. Я боюсь пользоваться чем-то, когда я не понимаю, как оно работает. То есть там у меня есть представление, что вот эта вот замечательная коробка, в ней есть процессор, оно выполняет инструкции, что-то впишет в регистре, что-то ложит, складывает, суммирует. А как оно обучается, я не понимаю, меня это пугает. Поэтому, чтобы пользоваться, надо разобраться. Тогда мы идем на более такие серьезные ресурсы, а там почему-то про машинное обучение написано вот так. Они еще очень любят сказать, типа, они показывают там. Мы воспользуемся формулой Байса, из которой следует вот это. Как она следует, я не знаю. Поэтому мы сейчас забудем о всех этих странах аппетитах и просто поговорим про один реальный случай, который мы недавно сделали. Вот, здесь хороший контраст у проектора. Я просто у нас показал презентацию, не было видно белую бутылку на белом фоне. Так вот, эта замечательная бутылка, это шампунь, которая делает одна нью-йоркская компания. Шампунь очень дорогой. И они рассказывают, что это шампунь, который подходит всем. Вот прям всем. Что они сделали? У них есть свой сайт, на котором они это подают. Это онлайн ритейл настоящий. И там на сайте у них есть вот такой вот площадь, где можно ставить отзыв. И так оказалось, что вот этот шампунь... Я готов поспорить, вы отзывы никогда ничему не оставляете. Ну, потому что... Ну, это не серьезно. Часто вам Резетка присылает письмо с просьбой оставить отзыв. Ну, не знаю. Я лично никогда ничему отзывы не оставлял. Но здесь, видимо, другая аудитория. Поскольку шампунь стоит 40 долларов, как по мне, это дорого. За шампунь тем более там 236 миллилитров. То есть это немного совсем, он заканчивается за 2 недели. Вот. В общем, эти люди, они очень такие энтузиасты. Как вы видите, они для этого шампуня ставили 6 тысяч... Ну, почти 6 тысяч ревьюсов. Это очень много. Вот. И большинство из этих ревьюсов у них есть вот так. А как тут лазер включается? Кто-то поскажет? О, как ты? Я думал, отлично на сигарету. Вот. Они выставляют туда сверточки. Так получилось, что большинство людей, они балдеют просто от этого шампуня. Не знаю, может он хорошо моет, может он просто дорогой и поэтому крутой. Вот. Они ставят туда претверточки. Но оказалось так, что если недовольные, да, кто-то пишет плохо моет, кто-то пишет волосы секутся и так далее. Они подумали, что, наверное, один шампунь для всех не вариант, потому что, ну, люди, ну, чересчур разные. И решили сделать еще 2 шампуня. Вот. Значит, было у них какое-то количество недовольных, не очень большое, там, единец, я не помню, что с чем-то шутил на все. Они решили сделать еще 2 шампуня. Вот. Оп. Один шампунь, в нем добавили побольше мыла, и он сильнее мылится. А во второй шампунь они добавили больше масел, чтобы оно лучше питало ваши локоны. Замечательно. Вот. Собственно говоря, разница между ними не очень большая. И теперь у них стала проблема. Как теперь в большой клиентской базе, а как бы если 5000 человек ответило, да, ну, представьте себе конверсия по ревьюсам, да, это 5%, может даже меньше. То есть, грубо говоря, у него там минимум 50, то есть 100 тысяч как бы регулярных пользователей, которые этими шампунями пользуются, да. И теперь мы не только недовольны хотим посоветовать, возможно, вам приедется что-то другое из нашей линейки, но и тем, кто, в принципе, в целом всем доводен или более-менее не трален, может, что-то из этого, из новых продуктов, им подходит больше. Вот. Теперь вопрос, да, как понять, кому что предложить. Самый простой вариант, который пришел в голову, это просто банально спросить людей. Что мы у них спрашиваем? Ну, решили создать небольшую анкету. В этой анкете мы спросили, чем вы пользовались до этого. Шампунь, шампунь, кондиционер или просто кондиционер, если вы вдруг не любите мыть голову. Как часто вы мыли голову, жирные или сухая кожа головы, тонкие или нестые локоны, кудрявые и кудрявые, красите или не красите, сколько вам лет, какого у вас пола и так далее. Кстати, там про пол было интересно, поскольку это Нью-Йорк, пол там имел пять показателей. Вот. Это странное наблюдение. Ну да ладно. Значит, что они сделали? Они просто сделали Google Form, туда забили там девять вопросов и разослали их просто своим пользователям. Тысячи человек ответили на эти вопросы, тысячи человек из тех, которые вот там у нас оставляли вот эти вот ревьюшечки. То есть, что важно, мы знаем, как вот эти вот люди оценили продукт. То есть, мы знаем их историю волос, да, что они, какой у них тип, как часто мы их голову и так далее. И знаем, как они это оцениваются. Вот. Вот это информация, которую мы собрали. Что мы делаем дальше? Сейчас. Что мы делаем дальше? Мы собрали вот это дело вот в такой вот датасет. То есть, у нас получилась такая си-фишечка, в ней там было тысячи с чем-то записей, куда мы закодировали наши данные. Как часто моете голову каждый день? Сухие у вас волосы нормальные, сухие, жирные, только вам лет, пол, толщина головы. И так далее. Вот. Собрали, а это просто дело с такой си-фишечкой. И теперь хотим сделать следующее. Давайте попробуем по вот этим показателям, которые у нас здесь есть, они называются признаки, предсказать, а какое у вас будет восприятие этого шампуня. То есть, попытаемся понять, как по вот этим переменам понять, во сколько люди оценивают этот шампунь звездочек от 1 до 5. Что мы для этого сделали? Мы построили для этого простую математическую модель. Значит, рейтинг равно. Бета нулевое какое-то, плюс бета первое, умноженное на частоту, плюс бета второе умноженное на сухость, плюс бета третье умноженное на возраст и так далее. Поскольку некоторые перемены у нас до этого, как вы видите, были, она называется категориком, нам их нужно закодировать, потому что очень сложно умножить что-либо на слово mail. Поэтому мы сказали, что единичка это mail, нолик это female. То же самое с структурностью. 1 это dry, 0 это normal и минус 1 это oil. Вот. В общем, построили вот такую вот модель. Что теперь у нас есть? У нас есть тысяча значений вот этого рейтинга, тысяча значений frequency, dryness, age, gender и так далее, и sickness. Чего нам не хватает? Нам не хватает вот этих вот коэффициентов. Бета нулевое, бета первое, бета второе. Вот у нас их нет. То есть нам в идеале нужно как-то найти эти коэффициенты, и потом вот эта вот модель в нашем понимании сложится. То есть что из себя эти коэффициенты представляют? На самом-то деле это просто какие-то часовые показатели. Да, например, если чем чаще вы моете голову, тем больше вам нравится наш шампунь, значит вот этот вот бета один, он будет положительным. Например, 1,3, да? Это значит, что он что-то сюда добавляет. Если, например, у вас волосы сухие, и люди с сухими волосами чаще говорят, что им шампунь не нравится, то, соответственно, вот этот вот бета два, он будет отрицательным. То есть очень простое уравнение. Ну, здесь должен был быть интерактивный пример, но формат презентации не очень удобен для этого, поэтому я вам стараюсь объяснить на парте. Как теперь найти эти коэффициенты? Представим, что у нас есть датасет чуть-чуть попроще. У меня там было 9 переменных. Давайте возьмем 2 переменных, потому что тогда оно ложится на декартовую плоскость. У нас есть скорость машины и ее тормозной путь. Чем больше, очевидно, чем больше скорость машины, тем больше будет ее тормозной путь. У нас есть там недели. Мы сели в машину, 100 раз проехали на разной скорости, замерили тормозной путь, и дальше наносили их на координатную плоскость. У нас получился набор вот таких вот точечек. Теперь, кто учился в Хэду и посещал пары Геннадия Михайловича и Кравцова по анализу данных, да, я слышу, кто-то учился. Вы, наверное, как и я тогда ничего не поняли. Вы не поняли ни зачем это надо, ни почему это нужно запомнить. Вот до меня недавно дошло, что это было. Помните, у него была такая вот замечательная задача про аппроксимацию данных? Это когда вам надо было через массив точек на плоскости провести прямую так, чтобы среднее квадратическое отклонение было минимальным. Напомню, среднее квадратическое отклонение – это расстояние по оси Y от точки от прибедения до вот этой вот нашей прямой. То есть мы все эти расстояния, квадраты всех этих расстояний, ну, чтобы знак убрать минус, суммировали, мы пытаемся это дело минимизировать. Вот эта вот задача аппроксимации данных в машине лорнинге называется линейная регрессия. Всего-то навсего. Почему я сказал о примере с машиной и тормозной путем? Потому что оно хорошо ложится на плоскости. Его просто приставить, его рисуешь на доске, проводишь прямую, выглядит очень красиво. В моем случае у нас 9-мерная пространство, поэтому его изобразить сложно, даже имели вярышки, будет проблематично. Вот. Поэтому мы оставим это все с ихим формулам. Там эта задача решается нехитро, как вы помните, как это рассказывал Геннадий Михайлович. Вот. Собственно говоря, по выходу мы получаем вот эти вот самые оценки. Это простейшая задача не на оптимизации, там она сводится к системе уравнений, из которой мы получаем набор коэффициентов. Вот. И, собственно говоря, так мы и эти коэффициенты получили. В нашем случае это простая линейная регрессия. Ничего хитрого в этом нет. Но по факту, что мы теперь имеем? Вот это вот определение я делал из Википедии. Машина облучения – это процесс, в ходе которого система обрабатывает большое число примеров, выявляет закономерности и использует их, чтобы прогнозировать характеристики новой данной. Что у нас было? У нас было тысяча рейтингов, у нас было тысяча наблюдений характеристик. Мы нашли эти коэффициенты. Мы не говорили машине как. Мы не описывали алгоритм, мы ей сказали, вот, пожалуйста, рейтинги. Это с точки зрения вот этого Y называется отклик. Переменные коэффициенты, которые мы туда передавали, это у нас предикторы или регрессоры, как они еще называются. Вот. Мы получили оценки этих коэффициентов. Теперь, что хорошо, мы нашли вот эту вот прямую, которая хорошо аппроксимирует вот это вот множество. Но, в чем здесь соль получается? Что эту модель мы теперь можем использовать для новых данных. Как мы это сделали? Дальше мы просто на сайте нашего заказчика сделали такой красивый интерактивный визар, который спрашивает вопросы. И на основании этих вопросов тебе в Биалтайме рисует, какая бутылочка тебе подходит. То есть ты прямо на сайте щелка, 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 и оно тебе показывает. Тебя подходит куда-то шинку, тебе подходит куда-то шинку. Вот. Ничего-то на самом деле здесь сложного нет. Теперь, вот я сидел на диване полтора часа назад, ко мне не так много людей подходило, но все спрашивали, почему-то про нейросеть. Потому что у всех в сознании закрепилось понимание того, что если это машина обучения, это обязательно нейросеть. А я тут рассказываю про какую-то аппроксимацию данных. При чем здесь это вообще? Давайте сначала определимся, где это все лежит. Итак, у нас есть вот машина обучения. Это часть науки про искусственный интеллект. Далеко не единственная часть. А нейронные сети – это часть машинного обучения. Методов машинного обучения помимо нейронных сетей есть куча других. То есть, например, вот наша регрессия, которую мы только что показывали. Это метод машинного обучения. Есть еще такое понятие, как глубокое обучение. Это, в свою очередь, метод построения нейронных сетей. Есть еще там ансамблевые методы и так далее, и так далее. Сегодня мы сконцентрируемся исключительно на вопросах классического обучения. Почему я выношу нейросеть из-за скобки, хотя это вроде самая живопрепетчивая тема? Просто потому, что мы не Google. Ну, как это неприскорбно осознавать? Но для того, чтобы сделать привычный нейросет, нужно быть Google или корпорацией сходного размера. Почему? Сейчас это очень модно, сейчас это у всех на столбу. Мы недавно слышали про продвинутые спам-фильтры, сжатие JPEG с помощью машинного обучения и даже компьютер, который замечательно играет в Google. Это все так замечательно работает, потому что Google смог собрать датасет. Вот мы тоже смогли собрать датасет, но у него всего 1000 сетаписей. Google может собирать датасеты больше. Каждый раз, когда вы видите капчу, на которой оно просит вас доказать, что вы не робот, но уже не просто там сказать, что здесь за текст написан, оно вас просит найти дорожные знаки на картинках. Казалось бы, да? При чем здесь это? На самом деле Google использует вас в своих корыстных целях, чтобы тренировать свою нейросеть, которая потом будет управлять робомобилем. Когда вы отмечаете знаки, вы на самом деле ему помогаете устроить свою сеточку, которая будет потом ездить по дорогам в Калифорнию. Или уже ездит. Вот. Вот эти вот датасеты, это на самом деле ключевая вещь, которая в этом машинном обучении есть. И самая важная часть машинного обучения. Потому что алгоритмы, они нехитрые, да? Вот мы только что говорили, а алгоритмы регрессии, он нехитрый. Алгоритмы, которые спрятаны за нейросетями, они тоже нехитрые на самом деле. То есть вся суть здесь как раз в вот этих вот датасетах. Датасеты на вес золота. И никакие крупные корпорации типа Google, естественно, ни кем с ними не делятся. То есть когда Google придумывает алгоритм, он его ауксорсит. Говорит, вот наш алгоритм, пожалуйста, используйте, кто хотите. Но алгоритм без датасета ничего не стоит. Ну, соберете вы там 70 картинок с котиками, чтобы тренировать вашу нейросеть. Оно будет как-то работать, вы будете думать, вау, довольно прикольно, но это будет очень далеко от того, что делает Google, к сожалению. Поэтому, поэтому еще раз, сложность машинного обучения не в том, чтобы подобрать алгоритм. Алгоритмы есть, и более того, большинство этих алгоритмов, они родом из 50-х годов. То есть они не новые, они не появились вчера. Дело в том, что просто кто-то постарался собрать данные. На эту тему, кстати, есть очень хороший пример у Амазона. В 2006 году, когда еще не было платформы АБС, когда Амазон занимался исключительно онлайн-ритейлом. Они запустили свое мобильное приложение с передовой фичей. Фича называлась следующим образом. Я мог прийти на вечеринку с мобильного приложения Амазона, вот мне понравилось, извините, а база какая-то у кого-то. Я ее фоткую, и оно, значит, используя Artificial Intelligence, алгоритм искусственного интеллекта, начинает искать похожие товары на Амазоне. Очень была крутая фича, в 2006 году, как бы еще ни у кого-то слухового машин-дернинга не было. Вот, как сделают Амазоны? У них тоже не было машин-дернинга в 2006 году. Они сделали платформу, которая называется Mechanical Tube. Сейчас они называют ее Artificial Intelligence. То есть на самом деле, искусственный-искусственный интеллект, что происходило? Вы фотографируете, а там сидит 5000 индусов. Это не шутка. Это не шутка. Там сидит 5000 индусов, он видит вазу и такой, ага, ваза, и начинает искать в Амазоне. И сейчас в Амазоне, если находит похожую вазу, начинает вам ее советовать. Это было довольно круто, потому что они не только продавали очень крутой продукт, которого на самом деле не существовало, они еще и обучались на этом деле. То есть вот оно там два года работало в таком виде, прежде чем у них поменялась настоящая сеточка, которая вот этим механизмом, они ее тренировали. Но, естественно, маркетинг ее продавал как передовой искусственный интеллект. Так получалось, что некоторые из этих индусов были чуть более квалифицированы для этой работы, и поэтому иногда юморили. И вы просите вазу, а он вам советовал не вазу, ну или вазу интересной формы. И тогда вообще после слухи, что искусственный интеллект настолько продвинутый, что вот он пройдет тест тюринга. Потому что он не только вам может советовать, но еще и подшучивает над вами. Было довольно интересно. Так они собирали свой датасет. Кстати, платформа Mechanical Turk, она живая, она доступна сегодня. И вы сегодня, если вы хотите тренировать свою нейросеть, вы можете подцепить Mechanical Turk, и они будут выполнять вам задачи. Вы, например, можете им отправлять фотографии, они вам будут отмечать... Там все еще индусы, потому что я предполагаю, что вы не очень сильно захотите за 10 центов писать, что на фотографии. Вот, там все еще индусы, да. Почему вы не хотите? Я, блядь, не помню, честно сказать. Я видел недавно, в России робота так показывали передавал. Вот. Ну да ладно, спасибо. Я когда-то это читал, но я вот, честно говоря, забыл. Вот, тем более, я очень часто путаю, когда я вижу слово «тюрк», я думаю, то ли это турки, то ли это индейка, потому что звучит похоже. Вот. Да. Эта платформа до сих пор доступна. Она довольно дорогая получается, когда вам надо это дело. Что-то слово хотите обучать, но она доступна. Яндекс тоже недавно запустил подобную штуку в России. Называется Яндекс.Полока. Не знаю, что это значит. Ну, в общем, этими сервисами можно пользоваться, когда вы будете собирать себе дата-сет. Потому что руками вы много не насобираете. Возможно, если вы преподаватель в университете, то вы можете использовать студентов для этого дела. Вот. Но все равно объемы должны быть очень существенными. Поэтому мы фокусируемся исключительно на методах классического обучения. Итак, какое бывает обучение? Обучение бывает без учителя или с учителем. Есть еще некоторые другие промежуточные методы обучения. Там, с подтеплением, еще с чем-то. Но мы их внесем за скобки, это не так интересно. Итак, вот крутое машинное обучение, это машинное обучение с учителем. Потому что машина обучения с учителем предполагает, что у нас есть размещенные данные. То есть у нас есть 100 тысяч картинок, и на каждой картинке есть теги, например. На этой картинке женщина, а на этой котик, а на этой самолет. Вот эти вот размеченные данные, они позволяют делать это все гораздо более эффективно. Итак, две типичные задачи обучения с учителем, это задача предсказания и задача классификации. То, что мы делали в предыдущем примере, это была задача предсказания. Мы пытались, по сути, предсказать позицию на числовой оси, предсказать рейтинг от 1 до 5. В принципе, та же самая задача конвертируется в задачу классификации. Это когда мы хотим, по сути, отнести наш объект к одному из нескольких классов. Вот у нас класса было 3. У нас было 3 продукта, 3 шампуня, 3 класса. Мы по-разному подходили. Мы пытались и предсказывать рейтинг, и потом выбирали тот, у которого рейтинг подшлить, и пытались еще делать классификацию. Потом просто выбирали тот, у которого точность была лучше, и на нем и остановились. Соответственно, вот наши методы предсказания. Классификация. Обучение без учителя. Вот обучение без учителя, оно интересно, потому что оно подразумевает, что у вас нету размеченных данных. Вот у вас есть просто ворох, вы ему фотки туда закинули и сказали, учись. Что он может? Он, к сожалению, магии пока что не придумали, или там, я не знаю, может быть, квантовые компьютеры, или еще какая-то футуристическая ерунда, сможет эту задачу решить, но как-то это звучит как магия. Но еще раз, если вы ему просто кинули туда гору фотографий, он не сможет определить, что там кошечки. Надо ему это говорить. Что он может найти на этих фотографиях? Он может сказать, так, вот эти фотографии друг на друга похожи, и вот эти фотографии друг на друга похожи, но не похожи на те. Вот он сделает две кучки. Здесь фотографии друг на друга похожи, и здесь фотографии друг на друга похожи. Вот это у вас задача пластеризации. Она на самом деле дает довольно мало полезных знаний, к сожалению. Вот. И чаще всего применяется как раз не для задач обучения, что потом суется конечному потребителю, а для задач анализа данных. То есть, когда нам на каких-то предварительных этапах нужно что-либо проанализировать, сегментировать и так далее. Как пример, допустим, вы мобильный оператор, и у вас есть данные об использовании вашей мобильной сети абонентами. И, соответственно, если вы эти данные туда сольете и попытаетесь их прокластеризировать, не говоря, как ему кластеризировать, то какие у вас там могут быть данные? Количество звонков, количество смс, количество мегабайтов. Соответственно, он просто вам сделает похожие группки. В одной группе будут люди, которые много пользуются интернетом, в другой группе будут люди, которые много смсят, и в третьей группе будут люди, которые много говорят по телефону. Вот, собственно говоря, вот это то, что он сможет сделать. Никакого другого чуда, ну как бы без учителя ожидать не стоит. Поиск правил. Поиск правил тоже интересная задача, которую можно делать без учителя. Это мы ему даем на по классическая задача. Поиск правил это задача корзина. Вы ее очень часто видели в резетке. Если просто представить, как она может выглядеть, вы идете по магазину, и, ну, в пятницу, видите, вы решили купить пиво. Вы идете в магазин, в полке с пива, и дальше маркетологу поступила задача. Нам нужно понять, что поставить рядом с пивом на полку. Для этого нужно проанализировать, что часто покупается с пивом. Поскольку чеки у нас есть, мы видим, что с пивом часто покупаются орешки и сухарики, и мы ставим орешки и сухарики рядом. Вот, собственно говоря, тоже самое применимо к любому крупному ритейлу. Вы заходите на резетку, покупаете там себе мобильный телефон, вот, а метод машинного обучения всего лишь там всему исключает данные о том, что покупают люди. Он смотрит, ага, мобильный телефон, и часто покупаются с чеклами и карточками памяти. И потом делают вам совет. Смотрите, вот часто с вашим товаром покупают вот это. То есть довольно тривиальная задача, и тут, на самом деле, может быть даже машинного обучения в больших случаях не надо. Достаточно каких-то еврейских, я не знаю, админки или еще что-то, чтобы это руками на менеджер. Сейчас размеры, конечно, зависит. Это, наверное, поиск правил. И уменьшение размерности. Тоже интересная тематика. Не знаю, наверное, таким интересным примером, который быстро приходит в голову, это когда у вас есть, я не знаю, сообщение с форума, да, и обобщение его сейчас называется. Вы хотите проранжировать эти сообщения с форума по тематике. То есть оно от большого набора слов переходит к словам, которые там часто специфичны для какой-то одной тематики, и вот обобщает это дело. То есть вы ему даете, а он может вам проранжировать, например, вот эти там, не знаю, эмоционально окрашенные, а вот это эмоционально не окрашенные. Вот что-то такое. Э, вот машины обучили. Теперь что мы ему даем на вход, да? Как я показывал до этого, на вход мы ему давали набор признаков. По сути это были какие-то часовые или, как, не знаю, как просто сказать, категорные значения. Вот, но вы, естественно, спросите, да? Ведь Google там, у него есть нейросеть для распознавания того, что она картинка. Там же ему не чисто на вход, а картинки. Или видео, или там, я не знаю, speech-to-text, или text-to-speech, или optical charger recognition, то, что вы делаете в файм-ридере, когда вы фотографируете текст, а он потом пытается распознать что-то там внутри. Вот как раз это очень хорошая мнемоника. Если у вас признаки и данный текст, используйте классические методы. Они дадут вам хорошую точность, они будут оправданы, и даже на маленьких датасетах вы можете получить что-то хорошее и что-то, что будет продаваться. Если у вас данные странные, да, картинки, аудио, видео, то вам уже в раздел машинного обучения, но там все чуть-чуть сложнее. Вам в раздел нейросети, но там все чуть-чуть сложнее. Поэтому пока отложим этот вопрос. Может быть, когда-то сделаем на эту тему отдельный доклад. Итак, из-за чего у нас тут могут возникнуть проблемы? Вот я сейчас это все так хорошо описал, мы получили коэффициенты, и потом на основании этих коэффициентов делаем какие-то предсказания. А как мы вообще проверили, что это нормальные коэффициенты? В случае линейной регрессии понять нормальные эти коэффициенты или нет, не так уж и сложно, потому что когда мы мерили расстояние значения до нашей прямой регрессирующей, мы просто могли эти суммы сохранить, и чем больше эти суммы, тем, значит, сильнее у нас распределены точки от этой прямой. Вот это вот то, что называется среднеквадратическим планетем. Чем оно больше, тем, соответственно, хуже наша прямая описывает реальную ситуацию в жизни. Любая модель – это всегда какое-то упрощение. Мы всегда что-то оставляем за скобками, и что-то не учтено. Это упрощенная модель всегда, без основательных. Итак, из-за чего возникнут проблемы, на что стоит обращать внимание? Выбросы – сегментация, ложная корреляция, ошибки выжившего и еще много других. Часто сейчас об этом поговорим. Что такое выброс? Выброс – это когда у нас вот так вот все классно есть. У нас есть четкая зависимость. Мы видим, что вот эта вот зависимость, она очень хорошо аппроксимируется. Ну, если не прямой, то параболой просто отлично аппроксимируется. Но вот где-то есть какие-то наблюдения, которые очень сильно выбиваются. Что это может значить? Это может значить, что у нас есть какая-то естественная аномалия. Ну, ведь вам реальный мир как бы ничего не обязан. Кому-то нравится мобильный интернет, но кто-то здесь мобильный интернет не больно жалует. Это нормально. Или может быть какой-то шум, потому что, когда вы собираете данные, у вас всегда есть какие-то ошибки. Непонятно, кто их собирает, непонятно, как их собирает, поэтому их надо чистить, фильтровать и так далее. Но на выбросы всегда стоит обращать внимание. В чем здесь проблема? Когда мы говорили о том, что у нас есть среднеквадратическое отклонение, оно, к сожалению, не может показать нам выбросы. Потому что вот если у нас есть один единственный выброс, а все остальное отлично аппроксимируется параболой, то среднеквадратическое отклонение, к сожалению, будет небольшое. Этот выброс не сильно повлияет на отклонение. Поэтому единственный совет, который я здесь могу дать, это всегда визуализировать данные и смотреть, что у нас там есть. Потому что если мы данные не смотрим, то, значит, домашнее задание сделано плохо. Пластеризация. Вот это то, о чем я только что упоминал. Когда у нас на самом деле мы пытаемся аппроксимировать то, что на самом деле очень далеко друг от друга. То есть представьте, что вы опять мобильный оператор, у вас тут любители смс, любители интернета и любители телефонных звонков. Когда вы попытаетесь аппроксимировать это прямой, она у вас пройдет вот так вот по центру. И никто не будет доволен. Она никого не удовлетворит, потому что эта прямая будет говорить. Нам нужна в меру мобильного интернета, в меру смс и в меру телефонных минут. Но на самом деле это никому не надо, потому что молодежи интересуют исключительно мегабайты, а там пенсионеров исключительно звонки. Поэтому вот эта вот модель, она вроде как, она валидная, она вроде выглядит точной и складной, но на самом деле ничего не описывает и ничего не решает. Систематическая ошибка выжившего. Это мое любимое. Всегда говорят, что это тривиально. И всегда рассказывают одну замечательную байку о самолетах во время Второй мировой войны. Говорят, представьте, глупые немцы во время Второй мировой войны провели следующий эксперимент. Они обследовали самолеты, которые возвращались с боевых заданий и обнаружили, что больше всего дырок от пуль у них на крыльях и хвосте, а на двигателе и кабине дырок нету. И поэтому начали укреплять крылья. Я такой думаю, да блин, ну это даже не смешно. То есть инигму они сделали, а додуматься, что значит самолеты, в которых стреляли в двигатель и в кабину, они просто домой не возвращались, они не смогли. Байка известная, рассказывают ее все, это чистейшая ложь. Но при этом ошибка выжившего существует. Я сейчас ее попытаюсь продемонстрировать на примере лучших. Это экипаж Шатва Челленджер, который, к сожалению, погиб в катастрофе 28 мая 1986 года. Эта женщина в углу, я живу Шерон Корикон, она победитель национального конкурса по отбору учителей в космос. То есть она стала лучшим учителем Америки в 1986 году, и ее НАСА решила отправить в космос. К сожалению, миссия потерпела неудачу из-за чего? В печальной катастрофе оказалось повреждение уплотнительного кольца. Они у себя в Американском отчетах пишут O-Ring. Чтобы вы себя представляете, что такое уплотнительное кольцо, это такая резиновая прокладочка, которая у вас дома в кране лежит. Ну то есть, ну как так-то, а? Это же НАСА, ну это же серьезные люди. Уплотнительное кольцо порвалось, и струя раскаленного газа из бокового фюджеляжа ударила по основному корпусу ракеты, что привело к дисбалансу и в результате катастрофы. Повредилось оно из-за низкой температуры, которая была во время запуска. 28 января, минус 0,5 градусов Цельсия. Вроде не очень холодно. Некоторые инженеры НАСА сказали, что, наверное, не стоит запускать в такую погоду. Однако, профильная комиссия Министерства обороны сказала, что мы провели статистический анализ и получили, что вероятность аварии всего лишь 1 к 100 тысячам. И поэтому допуск миссии дали. Теперь давайте посмотрим, а эта комиссия на чем основывалась. Они взяли данные об инцидентах, которые происходили с уплотнительными кольцами во время испытаний и других миссий. И смотрите, что у нас здесь есть. Здесь у нас количество инцидентов 0, 1, 2, 3. А здесь у нас температура Френгей. Я не переводил, взял их табличку из отчета. Что-то здесь может быть из-за закономерности. Один инцидент при температуре 55, при температуре 63 один инцидент. Три инцидента при температуре 51. Здесь при температуре 65 один инцидент. Я не вижу здесь закономерности, я не могу ни прямую провести, ни параболу, ни что-либо еще. Не видно, да? При чем здесь ошибка выжившего? А потому что на этом графике не хватает статистики по успешным запускам, где инсидентов было много. Я не знаю, у меня как раз здесь комментарий излишне. Соответственно, все успешные запуски, почти все, они были уже при температуре значительно выше. То есть, на самом деле, вот эта область у нас просто не хватала информации. Это тоже ошибка выжившего. Мы не учли успешной миссии. И поэтому давали отсчет на основании вот этих данных. Имея вот эту картинку, вы бы сказали, что здесь вероятность 1 к 100 тысячам? Возвращая, например, ошибки выжившего, который может сыграть лучше. Итак, что нужно учить для того, чтобы заняться Machine Learning? Еще раз. Откладывай нейросети. Оставьте нейросети Google. Безусловно, вы можете скачать из интернета уже готовые нейросети, которые распознают лица, символы на картинках и делают это обалденно. Буквально недавно вы наверняка видели, что сделали сеточку, выложили ее в общий доступ, которую, к сожалению, использовали не совсем по назначению. Она на фильмах, которые, давайте называть их Adult Films, она находила лица некоторых женщин и заменяла их на лица известных голливудских актрис. И делает это настолько классно, что никто не видел разницы. Вот. Что это такое? Это нейросеть, которую вы уже натренировали. Вот она уже натренирована. И все, что вам надо сделать для того, чтобы теперь использовать свою любимую голливудскую актрису в методом целях, это подсунуть 20-30 ее фотографий, а она доучивается и начинает заменять. Но еще раз. Это не значит, что вам нужно 20-30 фотографий для того, чтобы натренировать нейросеть. Нет. Нейросеть до этого тренировали очень долго. Вот. И просто сейчас вам ее нужно деконфигурировать. Вот и все. То же самое с AlphaGo, который недавно стал чемпионом мира по гол, обыграв лучших игроков и людей в гол. Когда эта задача раньше считалась нерешаемой, но сейчас эффективно решили. Как у них все происходило. Есть серваки, на которых обычно сидят игроки в гол. И они в какой-то момент обнаружили, что появился какой-то нерейтинговый игрок, который быстро вырвался за 3 месяца, буквально в топы. Всех выиграл. Оказалось, что это нейросеть. Что сделал Google? Он сначала натренировал свою нейросеть на всех партиях в гол, которые играли на вот этих вот популярных серверах федерации. Там было там сколько-то там 60 или 100 тысяч партий, не важно. Но этого мало оказалось. И поэтому он сказал, хорошо, ты уже поиграл со всеми людьми, ты поиграл все исторические партии, о которых знало человечество, начни играть с собой. Они посадили Альфаго, напротив него посадили Альфаго, и он играл 2 месяца и он играл 18 миллионов партий. Как бы человечество столько вообще не наиграло на всю свою историю в этот гол. То есть он уже сделал больше, чем мы сделали все вместе за все это время. И вот именно поэтому он учился так классно играть. Ровно так же делает Google. Его компьютеры так хорошо находят дорожные знаки и разметку. Ну не в Украине, конечно, у нас с разметкой проблемы. Потому что его учили этому делу и учили мы с вами. Мы с вами каждый раз выделили гавчу, мы ему помогали это дело делать. Поэтому оставьте нейросессию людям, которые могут себе позволить такой датасет создать. К сожалению, то, что доступно нам, это значительно меньше датасетов. А соответственно для нас должны классические методы обучения работать в большинстве случаев очень хорошо. То есть вот как я приводил пример. Другой пример это, не знаю, спам-фильтры. До 2010 года абсолютно все спам-фильтры были не про нейросети. Они были про наивного байса. Кто помнит теорему байса из школьного курса, наверное, из университетского класса математической теории вероятности. Они помнят теорему байса. Значит, как работали спам-фильтры? У них просто были базы данных, в которых были написаны письма, маркированные как спам. Они посчитали, сколько раз слово, я не знаю, реклама встречается в письмах, которые маркированы как спам. Сколько раз оно встречается в письмах, которые не маркированы как спам. И потом по байской формуле делали две вероятности и получали probability of спам. Получали оценку того, насколько вероятно это письмо является спамом. И это безумно простой алгоритм. Ну то есть там, извините, они делали две операции умножения и одну операцию деления. А все остальное надо было. Это просто надо было прочитать все письма, которые у вас на серваке есть. Посчитать часть реквенции по словам спама, посчитать часть реквенции по словам не спама и готово. И так работали абсолютно все спам-фильты. Потом, к сожалению, ребята быстро выкупили, как это работает и получились это дело обходить. И спам-письма начали вставлять просто много слов в хорошем рейтинге. Назвали эту методологию Bayesian Poison. Яд Bayesian. Вот. Начали это быстро дело обходить и потом уже пошли нейросети и так далее, и так далее, и так далее. Но ключевая здесь идея в том, что в большинстве случаев, когда ваши данные текстовые признаки понятны, вам не нужны нейросети. А вам достаточно классических методов обучения, которые актованы на простых статистических вещах. Это может быть линия регрессия, может быть дерево решений, это может быть тот же самый биосовский классификатор или там, я не знаю, метод опорных векторов, который будет работать великолепно и который вы можете получить даже хорошие результаты, имея довольно скромный датасет. Сотни, тысячи, может быть даже меньше данных. Вот. И это само по себе здорово. Конечно же хочется быть причастным к нейросетям и глубокому обучению и потом ходить. Это элементарно. Нам нужен перцептрон с тремя скрытыми слоями. Я, кстати, не знаю, что это значит, что это видимо очень крутое. Но для Гугла это работает, потому что перцептрон с тремя скрытыми слоями дает им точность на 1% больше. И они эту точность на 1% больше конвертируют в 1 миллиард долларов в прибыли. Вот. А для вас должно быть, наверное, без разницы. Либо вы не решаете задачу на 1% лучше, либо вы ее решаете хоть как-то. Поэтому всегда начинаем с классических методов обучения. Для этого нам нужно математическая статистика, теория вероятности, теория графика. Желательно знать численные методы, методы оптимизации, теория планирования экспериментов. Но это вот в идеале. Я в универе учился, потом пришлось пересчитывать лекции Геннадия Михайловича. Я их тогда не понял. Прошло 4 года. Вот до меня наконец-то дошло, о чем это было. Очень полезно. Так. Спасибо. Есть какие-то вопросы?